Впервые в Лабытнангах состоялся молодежный форум «Лабытнанги. Город будущего», организованный отделом по делам молодежи. На нем были подведены итоги уходящего года, года гражданского единства на Ямале. На форуме учащиеся и студенты презентовали свои социально значимые проекты, а организаторы вручили благодарственные письма и подарки самым активным представителям молодого поколения. Дарья Самородова продолжит тему. «Лабытнанги. Город будущего» – так называется молодежный форум, который объединил самых инициативных и активных молодых людей. Сегодня они собрались, чтобы поделиться своим опытом в рамках реализации государственной стратегии по развитию молодежной политики на территории муниципалитета. Молодежный форум открыла депутат Городской думы Анастасия Криворучик. В своем выступлении она отметила, что у молодого поколения нашего города есть отличительная черта. Они знают, чего хотят и как этого достичь. Всегда будьте уверены в том, чего вы хотите. И позвольте еще также вам пожелать никогда не ограничивать себя. Не ставьте никаких рамок. Идите всегда вперед. Отдел по делам молодежи работает по десяткам направлений, которые включают в себя военно-патриотическое воспитание, волонтерское и экологическое движение, работу с молодыми семьями. Реализовать все это помогают 20 детских и молодежных общественных организаций, которым сегодня вручали благодарственные письма и памятные подарки. Продолжился форум выступлением актива молодежи. Ее интересуют разные направления. Команда из Центра детского творчества рассказала о реализации молодежного добровольческого объединения «Друг». Они занимаются организацией досуга для младших школьников, пропагандируют здоровый образ жизни, а также оказывают шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Но, как выяснилось, школьникам не хватает развлечений. На форуме молодежь выступила за то, чтобы вернуть диско-программы в городском Доме культуры. Буквально на днях мы провели хорошее развлекательное мероприятие, которое пропагандировало субкультуры, а сегодня мы развиваем интеллект. Поэтому наша молодежь не только танцует и развлекается, но она еще и познавательно развита и приносит победы нашему муниципальному образованию, участвует в различных конкурсах, проектах, то есть и мозговая деятельность нашей молодежи на высоком и должном уровне. Активисты Центра технического творчества в своем проекте планируют как можно больше вовлечь мальчишек и девчонок в туристический спорт. Для этого им необходим инвентарь и спортивные снаряжения. Все соревнования, в которых принимают участие ребята, проводятся на территории города Сальхарда. И ребятам было предложено провести соревнования в городе Лабытнанге, где они могли бы выполнить спортивные разряды и получить судейские категории. Для этого нам необходимо материально-техническое оборудование. Молодой педагог Анна Сатруева этим видом спорта уже обучает небольшую группу детей. Для этого у нее есть все необходимые знания и навыки. Это подтверждает ее первый разряд по спортивному туризму и награды за участие в соревнованиях различного уровня. В будущем спортсменка планирует провести в городе масштабные сборы по спортивному туризму. В дальнейшем организаторы молодежного форума планируют привлечь внимание не только учащейся молодежи, но и тех, кто уже начал свою трудовую деятельность. Дарья Самородова, Кирилл Синитеев, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова